Добрый день, друзья! Меня зовут Евгений Додолев и сегодня пару слов об Алексея Павлина. Здесь в подкасте калифорнийском коллега и товарищ нынешний Алексей Павлина, стендапер Незловин, предложил ему открыть отель для собак. Еще раз, отель для собак. Для тех, кто в танке и не понимает, о чем речь, предложу просто проходить дальше, не задерживаться здесь. А остальным, объясню, почему меня это заинтересовало и почему я этот эпизод, который вы сейчас увидите, буду приводить как пример для своих студентов, как пример значимости и силы контекста. Потому что если бы такой же вопрос, вернее предложение, слэш вопрос, озвучила, допустим, Ксения Анатольевна Собчак, беседуя с тем же Павлиным, вы помните недавнее интервью, ну, прошлогодний уже, но, наделавший много слуху, даже говорили, что Панин может получить титул иностранного агента после этой беседы. Так вот, если бы Собчак задал этот вопрос, то это было бы расценено как такая достаточно злобная подъемка. А когда про отель для собак говорит не злобен, и всем известно, что они коллеги, партнеры, вот как Новый год встречали на днях вместе, на Рождество тоже что-то организуют, то расценено это, судя даже по комментариям, было как такая, в общем, добродушная подъемка коллеги. Он в стилистике, кстати, тоже камень и клап, вы помните, что там резиденты друг на другом потрунивают. Вот про значимость контекста надо всегда помнить. А тревог, да, посмотрите, он прикольный. А что я такого сделал? Вот вам. Я у вас что, девушку увел, 100 рублей не отдал. Что-то случилось-то, что вам не нравится, что не так? А ты пробовал с кем-нибудь из них вступать в диалог? Потому что из них часть говорит, да нет, так-то ты нормальный, мне иногда пишут, да. Да, 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 я понимаю, о чем ты говоришь. Часть из них пишет, да нет, я просто угарнул. Саш. Возможно, ты здесь это воспринимаешь, понимаешь, читая в Инстаграм. Ты вообще реагируешь сильно на это? Желаю, когда появился Инстаграм, было пару раз, что я отвечал. Последнее время, если мне пишут какое-нибудь говно, желаю добра и любви. Если меня прям зацепил комментарий, вот прям я на него обратил внимание, пишу там, добра вам и любви. Мне кажется, что собаки, эти все, этот движ, он будет, типа, долгий еще. Он будет всю жизнь. Он будет всю жизнь. Да, надо брать это в свои руки. Открывать отель для собак. Да, кстати, здесь же популярная тема. Хот-доги можно. Да нет, Сань, ты брал, что он. Большинство людей как раз наоборот. Я хожу по улицам, я вижу, как ко мне подходят, как люди реагируют. Люди лично по-другому. И совершенно все по-другому. Таня сказал крутую идею. Ты же приехал сейчас, говоришь, я думаю, чем мне заниматься еще в ЛА. Здесь же очень много зарабатывают отели для собак. Просто либо тебя спекулируют. Саш, я все-таки хотел бы с Вайером заняться. Нет, 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 нет. Пусть дочка занимается. Ты можешь открыть в Беверли-Хиллз люксовый. В сфере, в которой тебя знают люди, которые русский язык понимают, ты просто, это будет номер один. Здесь всегда проблема, с кем оставить собаку. Но это ладно. Второй вариант, мне кажется, тебе надо вообще перестать про это говорить. Потому что даже когда ты говоришь, это правда, это неправда. Это все перемалывает и это продлевает жизнь этому слухам о тебе. Я же сам не бегаю и не кричу о том, что это правда. Меня задают вопрос, я отвечаю. Опять-таки, это все зависит еще от человека, с кем ты разговариваешь. Понимаешь, интервью Собчак, я еще раз говорю, она меня ни в чем не подставила. Ты выпивал во время интервью? Бутылку, вот тоже, он был пьяный. Нет. Клянусь. Нет, подожди. Чеми святыми, за все время интервью я выпил бутылку шампанского. Я нажрался, когда была команда... Вот когда моя дочка давала интервью уже у нее, вот здесь я стоял за кадром и уже накатывал. И я уже в кадр не входил. Я говорил три... Ну, а Деано Нингеев, он же происходил уже чуть-чуть после пары бокалов, когда уже весело. Нет, мне просто кажется, это шампанское Собчак принесло? Я. А. Я. Просто друг интересуется. На самом деле, нет, я же тебя знаю, и как мне все говорят, ну как, Паня, у тебя, ты одиозная личность. У тебя такой, как бы сейчас, образ, что, типа, ты, ну, учитывая новости всякие и разные, понимаешь, вбросы, ты, типа, что-то не представляют люди, в адеквате ты или нет. Я говорю, лично, очень адекватный человек, здравый. Когда, я говорю, мы с ним по WhatsApp общаемся, они всегда понимают. Но, я говорю, наверное, я же тебя не видел выпившим ни разу. Ты же и на прожарке, ну, ты чуть-чуть выпил. На прожарке мы выпили в конце. Ну, после, чуть-чуть совсем. Ну, не после, ну, да. Вот, что там, там чуть-чуть, то есть, там, поцеловал поперечный. Нет, мы чуть-чуть выпили, но ты был в адеквате абсолютно. Ты не это, не нес там, не это, ничего не делал. И люди очень удивляются. И я говорю, что, возможно, может быть, потому что я, честно тебе говорю про меня, вот, как, я, когда пьяный начинаю быть, в меня, вот, после сорока лет начала вселяться просто тварь какая-то. Если меня зацепить. Просто убожество. И я просто, я иногда ужаснейшие вещи делаю. И я поэтому перестал пить, потому что мне Даня один раз сказал, один раз жена сказала. И я такой, ну, мне страшно было пить алкоголь, потому что там меня подзывает демон какой-то. Нет, у меня бывает такое, но... Это не значит, что я вот выпил рюмку и меня понесло. У меня бывают случаи, когда вот, почему я сейчас там пытаюсь вообще... Ты вообще в завязке. Когда я в Инстаграме сказал, что еду в Стамбул на интервью с Алексеем Паниным, через один комментарий, не забудьте взять с собой собачку, не забудьте взять двух собачек. Скажи, эротическое видео с женщиной и собакой тоже обнюхались или что это было? Нет, про эротическое видео с собаками мы уже... Ну, я сейчас тебе повторю, но мы просто по этому поводу уже много раз сказали. Это видео попало в тот момент, оно появилось, когда я судился за своего ребенка. И, ну, чтобы для дебилов было понятно, там тело мое... Ну, в смысле, тело не мое, а голова моя. Нет, у меня много татуировок. То есть было смонтировано, что там даже татуировок нет. То есть это не ты? Нет. О, вот это я хочу спросить. Было бы не обидно, если бы это был бы я. Вот, вот я хочу спросить. А это специально сделали именно в тот момент, когда решение суда должно было бы прозвучать. То есть собаками ты не живешь, давай скажем всем. Я живу собаками, у меня есть две собаки. Да, но не в том смысле. Или иногда бывает. Нет. Так, собак, я с ними каждый день сплю, они со мной обнимаются, но не в этом смысле. Но дальше не заходит. Пока нет. Так, собак отмели. Можно? Пожалуйста. О, какая отвратительная рожа. Звездная болезнь. Идут навстречу вам в каких-то вещах, которым... Нет, это безусловно приятно. Никаких вот этих вот, как пресса любит это преподать. Артист, пьяный. Артист, пьяный. Нет, вообще абсолютно этого нет. Я артист, дайте мне тот. Да вообще все по-другому в моей жизни. 2007. phase 1. 3. 2. 3. 2. 2. 2. 3. Продолжение следует...